Всем Moon Morning! У нас сегодня Mars Morning! Сегодня будем смотреть период Марса. Сразу хочу сказать, что периоды это очень глубокая тема, очень широкая. Я вообще этой теме уделил целый отдельный курс по астрологии, где я полностью раскрываю специфику вот этих всех переходов и возможностей. Поэтому имейте в виду, что по периодам у нас очень общая информация, которая в целом проявляется у людей, но вы являетесь индивидуальностью и у каждого своя карта. Поэтому то, что я расскажу про планеты в периодах, это нужно как бы внутри себя корректировать и смотреть все-таки больше индивидуально. Не у всех это может проявляться в том виде. Почему? Потому что все зависит от того, где эта планета расположена. Мы же это не обсуждаем, тут вариантов-то много. Какая планета стоит рядом с этой планетой, да, с Марсом, с тем же. В каком знаке этот Марс стоит? Нет ли у него там какого-нибудь сожжения? Есть еще понятие карок. То есть в периодах есть еще планеты, которые в градусах. В каком градусе этот Марс? То есть это очень такие глубокие и сложные вещи. Мы сегодня просто будем говорить про атмосферу самого периода, как он примерно себя может проявить. То есть общие моменты. Если мы уже хотим углубиться, то это надо действительно изучать. Да, и подводить определенную статистику. Ну я в принципе вот своим ученикам это и рассказываю. Что момент статистики, он первоочередной. И там мы выстраиваем некие гипотезы. И учимся именно не шаблонно воспринимать периоды. Если у тебя это наступило, то все, у тебя там денег не будет, я не знаю, со здоровьем будут проблемы. Нет. Это просто вид энергии. И в периодах нет ничего плохого. Никогда. Плохих периодов нет. Есть просто неправильные действия. И не в то время. Если вы делаете действия, которые не подразумевают реализации вашей в этот период, то эти неправильные действия не вовремя, они просто приводят к некоторым коллапсам, диссонансам в жизни. То есть просто вы не ощущаете, какое желание сейчас вы могли бы реализовать и в какой области и сфере жизни ваша энергия. Не забываем, что у многих карты не ректифицированы. У вас может быть неточное время на 10-15 минут как минимум. Из-за этого все ваши периоды смещаются. То есть это тоже важный момент, который нужно сделать перед тем, как это рассматривать. Поэтому я на курсе по периодам начинаю с ректификации. Мы сначала подкручиваем карту, а потом уже смотрим нюансы. Поэтому я как бы в широком смысле слова рассматриваю периоды, чтобы мы сейчас не ректифицировали и вот в эти дебри не углублялись. Вот. То есть вот чтобы вы знали. Что я замечал по Марсу? Ну, во-первых, Марс отвечает за тело человека. То есть это специфика нашей вот этой физической энергии. Есть же такая теория, да, что у нас много тел. Есть энергия физическая, есть энергия эмоциональная. Да, это, например, вот наш ум. Есть энергия интуитивная, это уже уровень души, подсознание, да. И это и раху, и кету. Ну, то есть там очень много вариантов, как можно соотнести тонкие тела с планетами. Но Марс – это грубая физическая энергия, которая позволяет нам делать именно действия, да. Физические действия. Не какие-то тонкие, ментальные. Марс не связан с нашим воображением. Он конкретно позволяет нам достичь за короткий промежуток времени больших результатов в каких-то физических вопросах, где нужно поставить цель, там, денежную, прийти на работу, что-то сделать, да, организовать. Ну, понимаете, да, естественно, вся карта Марсу будет помогать в его период. Вот вы же там и коммуницируете. Но, по сути, Марс – это быстрая планета, как и Луна, и он ускоряет все процессы, которые происходят в его период. Вы вот должны понять, что период – это как будто бы краска. Это как в театре декорация. Вот когда была Луна, там какая декорация, да, там все такое вот. Чувственное, тонкое, такое меняющееся, да, вот представляете себе, да? Какие-то воображения, мысли одно перетекает в другое. О, нет, может быть сюда, там вдруг фонтан откуда-то бьет. Тут вдруг лебедь проплыл, потом облачко появилось. Знаете, это такие блики какие-то. Знаете, Луна, она такая, вот это реально, это просто такая фантазия, да, вот, что такое необычное. Я бы не сказал, что это настолько эфемерно, как Кету, но все-таки это интуиция, это какие-то ощущения. Поэтому эта декорация, она такая, немножко призрачная. Поэтому и узлы, вот эти лунные, Раху и Кету, тоже обладают призрачной природой. Потому что они связаны с Луной. Это же лунные узлы, правильно? А вот Марс, это вот тумбочка, вот стол, там шкаф, сверху висит там, не знаю, абажур. То есть, здесь все четко. Расстояние от стула до стола такое-то. То есть, понимаете, когда наступает Марс, человеку нужно какие-то решения предпринимать, ну, достаточно конкретные. Если по Луне вы еще можете там, как-то, не знаю, пофилософствовать, поимпровизировать, попредставлять, то по Марсу уже приходит время делать. И Марс дает вам возможность, вот, и краску именно физическую вы здесь чувствуете себя более уверенными, да, в периоды Марса. Если, конечно же, он в порядке в карте. Если же у него там проявляется какое-то падение, сожжение, то в период наступления Марса, наоборот, вы чувствуете упадок сил. В первую очередь, упадок энергетики, потому что Марс отвечает за электростанцию в карте. И упадок физического такого состояния. Поэтому по переходам периодов, как я уже говорил, можете понять, как у вас дела с этой планетой. Вообще, в принципе, другого варианта прочитать и понять свою карту, как понять прогноз, просто его не существует. Только по периодам вы можете осознать, как эта планета работает. А так что вы? Просто смотрите в карту и все. Понимаете, ну, увидели вы там Марс, а каков он? Это можно увидеть только по событиям. Вот. То есть, здесь, по сути, если Марс неплох, то вы будете чувствовать прилив сил, уверенность и здоровье в это время достаточно хорошее. Он дает иммунитет. А если человек хотел бы что-то исправить в своем здоровье, период Марса просто идеален. Если Луна хороша для лечения ваших нервов и психики, то Марс хорош для похода в спортзал, на массаж, костоправ. То есть, чтобы подтянуть, да, чисто вот свой иммунитет и физику. Вот. Еще Марс, конечно же, достаточно эмоционален и эмоционален в сторону агрессии. Потому что мы знаем, что Марс – это наш внутренний воин, то есть, такой внутренний рыцарь. То есть, это архетип, да, чего-то воинственного, да. Мы же Марс часто связываем с войной. Поэтому в период Марса вы можете быть более жесткими, агрессивными, воинственными. Можете выражать все напрямую, жестить. И даже если у вас в карте нет куджа-доши, какого-то там положения Марса, где вы сверх там, да, эмоциональные, то вы можете в этот период стать этим человеком, который может давать жару. Что не скажешь по Луне. Луна больше, она закатывает какие-то невнятные истерики, обижается, и человек проявляет, наоборот, слабость. А Марс – это, наоборот, доминирование. Вот, да, сейчас будем подключаться. Поэтому, то есть, представляете, да, Луна – это внутренний ребенок. Вот эта личность у вас проявляется. А Марс – это внутренний воин, да, или внутренний такой деятель. Поэтому, если у вас куча дел каких-то нерешенных, запланированных, да, если вы хотели бы решить вопрос со здоровьем, если вы кому-то боялись что-то сказать в лицо, вы уже давно не хотите общаться с этим или с другим человеком, и они вас уже достали, то период Марса поможет вам полностью произвести вот эту инквизицию в вашем окружении. Сжечь всех этой огненной стихией, отправить всех на четыре стороны, кто мешал, вот. Заняться собой, наконец-то почувствовать, что вы главный, да, что вам наплевать на других людей, вы будете делать только то, что вам нравится. Почему бы нет? Многие страдают от того, что они постоянно в каком-то находятся подчинении, там, боятся себя реализовывать. Вот. Это как раз то время, когда все идут нахрен. Это период Марса. Я делаю то, что я хочу, на остальных мне плевать. И это неплохо. Значит, вы можете себе этого позволить. И решить вопросы, которые вам выгодны. А не делать всё время по Луне, да, Луна, она такая всё время подстраивается, хочет там как-то вот, чтобы было легче, мягче, уютнее, комфортнее. Нет, Марсу комфорт не нужен. Он воин. Он делает себе и делает то, что ему надо. Поэтому не удивляйтесь, если в период Марса, да, ваш партнёр вдруг начнёт вам высказывать некие претензии. И они будут достаточно конкретными, жёсткими. И вроде бы вы ничего такого не делали, но человек начинает вдруг вам что-то такое новое рассказывать. Вот что интересно, вот когда вы видите яркие смены настроений у людей, которые фиксируются во времени, не так, что человек во время дня изменился, а что неделю назад что-то такое произошло, что вот у человека какая-то линия поведения какая-то новая появилась. Вот это как раз характеризует переход периода. Вот таким образом мы можем ректифицировать нашу карту. Но это надо быть очень наблюдательным, и здесь нужно иметь элемент психолога. Почему у нас и школа астропсихологии? Я, ну, как бы ребятам всё время говорю, что, чтобы определить, ректифицировать карту, да, особенно на вамшу карту отношений, как мы себя там ведём, здесь уже недостаточно быть астрологом, здесь надо быть психологом. И уметь, как бы, вытащить из человека его какие-то правильные настоящие ответы, которые соответствуют реальности. Какой он? И когда я смотрю прогноз, когда я смотрю периоды, я замечаю, что многие люди не хотят сознаваться во многих вещах, и мне нужно это иногда вытаскивать. Потому что никто не хочет признать свои ошибки в периоды Марса, когда человек просто поторопился и в лихорадке надел дел. Вот. Но ничего в этом плохого нет. Мне-то, как астрологу, нужно понять, когда он родился, этот человек. И я начинаю отыскивать вот эти периоды. Марс связанный с Раху, да, там, вот такие огненные. Марс связанный с Солнцем, где человек вдруг решил, что нет, всё, я больше не буду здесь работать, я буду главным. То есть там, понимаете, энергетика такая, что человек уже начинает прям очень жёстко влиять на пространство. Вы знаете, 15 минут могут продвинуть периоды. Ну, зависит всё тоже от каждого человека, потому что в разное время переходы разные. Но в целом, я вам скажу, что, ну, если 10 минут, это может быть где-то от 2 до 4 месяцев, не, я бы сказал от 3, то 15 минут, это, блин, это может сдвинуть до полугода в некоторых случаях. Где-то от 3 месяцев до 6, я бы вот так сказал. Поэтому это серьёзно, на самом деле. У меня было смещение в 15 минут, которое я вычислял, и у меня это получилось почти 4 месяца. Вот, сместились все периоды. О, да, всё правда. В начало периода Марса появилось сильное желание заняться спортом, но аспект Сатурна увёл меня на хатка-йогу. Никак не могла представить, что после 40 буду, как спорт, гимнастика. Вот. Периоды мы смотрим по Вимшотере Даши. Это такой есть подраздел в программе Астроэксперт. Внизу, справа, под картой, Вимшотере Даши. А тут открываются периоды в разные годы. Так, ну что, кто готов поделиться своим марсианским настроением, своими какими-нибудь интересными историями, где вы кому-то дали жару, или, может быть, поменяли ход вещей, устроились на новую работу. Вот. А иногда, вы знаете, вот правильно пишут, в период Марса обучалось, как жить с мужем-воином. Бывает, в периоды Марса мы сами можем быть не воинственными, но к нам притягивается огромное количество людей с похожей энергетикой марсианской. И мы, получается, отхватываем. Так. Ну что. Программа, которая более точно показывает периоды, 100% Астроэксперт. Астроэксперт. Забудьте вы про все эти джаганатхихоры, грахасы, если вы не хотите сидеть там, выискивая вот эти вот зимнее время, или там, когда какой-то поселок нужно вбивать координаты. Честно, если бы я вот на них сидел, я вообще не смог бы консультировать. Честно. Просто не тратьте время. Там много хороших вещей, и в Астроэксперте тоже не все есть. Но если говорить вот чисто о вычислении, то Астроэксперт, он имеет тоже некоторые ошибки, но он пока что является самым лучшим из того, что я встречал. Я вам точно говорю. Я прошел, что там у меня было, Ведик хора, вот это все. Это очень, это старье. Просто даже нет, не тратьте время. Так. Хорошо. Астро-люда история. И потом после вас будем. Сейчас послушаем. Мне нужны ваши истории. Это будет куда интереснее. Истории про Марс. Вообще, да, жизненные истории самые классные. Привет, привет. Привет, привет. О, а я... Слышно меня? Слышно. А я помню эти занавески. Мы с тобой общались. Да-да-да, только у меня уже цвет волос другой. Мы общались. Меркурий Кету. Десятый дом, по-моему. Или Меркурий. А, Меркурий тема была. А скажи, как у тебя фамилия? Мясникова. Так. Людмила? Да, Людмила. Это 05, 07, 75 год, Курган. В 11.00. Так, хорошо. Ну, расскажи про свой период Марса. У тебя Марс в Овне, в 9-м доме. Получается, по 9-му дому понятно, что человек какие-то новые осознания получает. Но все-таки он выходит 4-й, а там у нас Раху. Это нормально. То есть, если у тебя наступает Марс, то у тебя Раху автоматически наступает с Марсом. Они как бы в паре. Да-да-да. Так, и что у тебя было? И когда? Ну, в общем, это был 90-й год. Лихие 90-е. 14 лет тебе было? Да-да-да-да-да. Я как раз заканчивала обучение в этот период. Я закончила, ну, по-старому 8 классов, по-новому 9 классов. И я сразу же пошла учиться на швею. То есть, все, что связано с острыми предметами, с ножницами, иголками. Интересно. Вот, обучаться пошла. И когда я обучалась, я получала какой-то опыт такой, знаете, знаешь, ну, скажем так, ну, страдальчески, что ли, там же у меня луна. То есть, от моих высказываний, от моих резких слов страдали мои ухажеры. Я постоянно им высказывала то, что мне не нравилось. Мне не нравилось то, мне не нравилось это. В общем, выбирала себе мужа. Уже в тот период я себе подбирала. Ну, не в 14, нет. Это был где-то 92-й год. В 16. В 92-й. Да, в 16. Я уже так подборку делала, так подбирала. А какие у тебя новые увлечения в Марс появились? Может быть, спортивные, рок ты начала слушать, там, еще что-то. Период Марса? Скорее всего, у меня протест был. Протест? У меня был такой протест, революцию, я хотела совершить революцию. А в каком направлении? С родителями, с отцом, с родителями. Кстати, Марс у тебя, заметь, в 9-м доме, а это как раз дом старших учителей, отца. Да, я воевала с учителями, да. Я в школе воевала, я считала, что несправедливо они меня оценивают, несправедливо мне ставят оценки. У меня даже получилось, что я выругалась на уроке географии. Оу! А на что ты выругалась? Что там было? Понимаете, там было такое, что нужно было подготовить реферат на тему. И я не подготовила в условленное время, и я приготовила его в другое время. Но я всю ночь не спала, я пообещала, что я на следующий день приготовлю. И географ не принял мой реферат. Мне было обидно, что я всю ночь готовила. Слушай, ну раз у нас обсуждается период Марса, то в принципе, я думаю, можно. А можешь сказать, как ты выругалась? Просто интересно. Я послала на три буквы. То есть ты ему сказала, иди ты нах, да? Понятно. Причем при всем классе, естественно, да. Это было просто ужасно. Ну слушай, заметь, на самом деле, с одной стороны, вроде бы как это, типа, не очень. А с другой, а как тут быть? Тут Марс в страху, девятый дом. Тут идеальное время для того, чтобы послать учителя. По сути, я считаю, что в такие периоды мы на некоторые вещи имеем право. Потому что если бы эта энергия пришла, а человек бы ее не выразил, блин, это вылезло бы где-то в другом месте. Значит, наверное, когда ты его послала, может быть, у учителя в этот период был период Луны, где он такой, знаешь, отхватывающий. Кстати, да, Макс, точно, прямо ты в точку сказал, учитель был добрый, он добрый был. Он так на меня посмотрел такими, знаете, ну как отцовскими глазами он на меня посмотрел, что типа, ну, ладно, а то, что ты... А на самом деле у нас наше пространство, оно настолько гениально запрограммировано, что, скорее всего, он добрячок, который никогда не скажет, что он плохого думает, а он внутри думал. Такие люди, они обычно на пустом месте заболевают чем-то, когда они такие улыбчивые и добрые, а внутри обижаются. Да. Вот, и тут, когда ты ему вот это всыпала, вы, получается, по периодам друг друга нашли, и его карта, она требовала трансформации, то ты, получается, выразила себя, свой протест, а он, как бы, получается, то, что у него внутри было, оно, как бы, частью вышло, потому что ты эту энергию, ты в нем, как бы, ты его освободил от некоторых вещей. Иногда люди вот смотрят поверхностно, а она послала его, она виновата. Я вот люблю выражение, Лазарев такое говорит, танго всегда танцуют двое. И в ситуации ровно 50 на 50 оба виноваты. То есть, если его посылает ученица, значит, он, как бы, ну, не просто так это происходит. То есть, он как-то до этого... Да, создал, создал эту ситуацию. Создал, то есть, ну, как говорится, я же к другим учителям-то так не относилась. Да. Я резко вот почему-то. Почему-то отхватил именно это. И у нас с ним. Поэтому каждый получит свою карму, свой урок в свой период. И я замечал, что мы реально, как жертва ищет преступника, преступник-жертва, у нас периоды вот так вот соединяются, и мы именно этого человека посылаем. И вот этот момент, люди спрашивают, почему вот так вот мы в компании общаемся, именно этот чувак меня бесит. Вот у него есть действительно такое положение в карте, которое раздражитель. И у него такой период, его хочется унизить. И на самом деле, если у нас период вот этого преступника, а у него жертвы, то все идеально складывается. Почему бы его не унизить? Друг друга находят, да? Ну и ладно. Ну, просто я к тому, что я вот к чему говорю, чтобы люди меня правильно поняли. Если вы, как вот нам, ну, мастер тоже объяснял, если вы, вот у вас возникла эмоция агрессии, да, и гнева, постарайтесь помедитировать и расслабиться. Вы уже сделали действие, которое бы могло вам помочь. Если вы это сделали и расслабились, вы молодец, но если вы хотя бы в течение трех дней замечаете, что это не уходит из вас, то эта эмоция становится разрушительной, и у вас нет никакого выбора, как ее выразить. Поэтому, если ты сделал действие и сдержался, ты молодец, но если тебе это не помогло, значит, получайте. Если тот не хочет свою жизнь менять и все время играет в жертву, и он каждый раз сдерживается, чтобы как-то там сопротивляться этому, получай унижение до тех пор, пока ты не очнешься, пока твоя модель не изменится. Поэтому эти ситуации, они нормальные. Поэтому что дают периоды? Принятие. У человека такой период, он должен прожить эту роль, надо как-то ему помочь в этом. У меня было угрызение совести, вот не поверишь много-много лет, до сегодняшнего дня. Я дело в том, что я очень молчаливая девочка была. Я такая, знаешь, вот как в тихом уме черти водятся. Я молчала, я терпела, я сглатывала все обиды. И, видимо, вот тот момент, я просто взорвалась. Вот ты правильно вначале сказал, что улыбается человек, а сам внутри обиженный. Вот это было про меня. Я была улыбчивая, такая вот добрая, добрейшей души человечек такой маленький был. И тут я взорвалась, как бомба. И я вышла из класса, дверь ухлопнула, как мне хорошо стало. Ну да. Просто мы должны проиграть все роли и их прожить. То есть если наступает период Марса, то пришло время инквизиции. Всем обиженным дать перцу, чтобы они отхватили. И они это заслуживают, и мы можем это сделать без всяких угрызений. Если у нас период Луны, отхватываем мы. То есть на самом деле, просто почему люди не могут выбраться из разных обстоятельств, и у них проблемы в жизни? Потому что они, как это сказать, хотят удержаться за одну роль. Вот он все время видит себя именно этим преступником. У него уже другие периоды идут, а он все Марс везде. Или там военное образование у человека, и он везде Марс. То есть на самом деле это деградация, когда человек застревает в субличности. Если ты можешь кого-то обвинить, пожестить, то ты будь добр быть и на другой стороне, чтобы ты отхватывал и помалкивал. И вот тогда человек в балансе. И я считаю, что это абсолютно нормально. В этот раз он отхватил, в другой раз я. Но если я решил... Ты правильно сказал. Правильно. Сейчас я добавлю. Я потом вышла замуж, да, это уже был период девяносто шестого года. И я отхватила от мужа. Я уже стала в роли жертвы, а он меня посылал. Да. Как говорится, я получила тогда уже. А я была вот таким молчуном, молчала, все сглатывала. Такая, ну ладно, раз я такая, ну значит, он прав, что он со мной вот так вот поступает. Значит, что-то действительно мне надо менять. Я начинаю копать в себе. Причина во мне, думаю. Ну да, то есть получается, как вот мне нравится это выражение, жизнь — это боль, страдания по выбору. Жизнь по-любому будет давать перца, но сколько ты будешь застревать в этом периоде, это твой выбор. То есть можно пообижаться неделю, месяц, кто-то годами. Но если у вас период Марса, это не значит, что вы будете все там, все эти годы, да, его правление. А он правит-то нормально так. У него тут семь лет получается жести. Можно, в принципе, в первые пару месяцев его прочувствовать, усмирить его, прожить и просто быть прямолинейным, но не быть каким-то жестоким. А люди, бывает, не понимают эту энергию, и они себе позволяют как бы слишком много, они не могут ее контролировать. И вот наша задача, чтобы... Включаться в эту роль, да? Да, надо, чтобы каждая из планет была контролируема нами. Наступил войн, надо его выпускать в определенный момент. То есть ты ведешь себя относительно своего знака. Я рак, там, ты, получается, у нас лев. Но так как у тебя есть еще такой дополнительный резерв, у тебя период Марса, человек зашел за некие рамки, и ты выпускаешь Марс. Все, ему хана. Это же классное время, когда ты можешь прям применить это в действии. Потом хоп, обратно вернул к себе этого войну. И живешь дальше. Люди, которые неосознанные, они полностью живут по периодам и транзитам. И это выглядит как шизофрения. Ты, значит, сегодня ты по одному подпериоду, не периоду, а подпериоду по месяцам, ты, значит, как псих себя ведешь, у тебя луна такая вся там сумасшедшая вместе с Рахом. Потом ты вдруг в себя уходишь, кету наступил. Потом Сатурн, надо, короче, менять жизнь. Ну, короче, это выглядит, реально это выглядит страшно. Поэтому я для чего провожу вот эти прогнозы, я почему больше уделяю время обучению. Потому что если я человеку прогноз рассказываю, это ненадолго ему поможет. Ну, может, на полгода, на год. А дальше он опять ко мне приходит. Поэтому, если он понимает, как вот эти периоды устроены, он может всю жизнь вот так заглядывать и смотреть, а, понятно, что меня плющит. Если он это знает, он не будет себя так вести, сто процентов. Если он в курсе, что у него за период. То есть все, он уже как бы блокировал эту энергию, потому что он осведомлен. Когда он не осведомлен, он думает, что-то со мной творится такое. Поэтому вот такая штука. Слушай, спасибо. Круто. Спасибо большое. Это очень ценно. Спасибо. Спасибо тебе. Счастливо. До свидания. Пока. У меня сейчас период Марса начал нравиться Рамштайн. Учитывая ваш логин Дана Лакшми, это, конечно, необычно. Кажется, да, что вы именно мантры слушаете. И часто тянет с кем-то спорить. Но сейчас уже пришло понимание, что в споре человека переубедить невозможно. О, вы не представляете, что со мной начало происходить, когда у меня солнце наступило в июне. Я до этого был девой, а тут я стал левом. Я тут могу иногда такого разгона дать. И в команде тоже у меня бывает прям. Наступает такой момент, я прям начинаю это раздрючивать всех. Вот. Но я сейчас вроде годик уже почти, да, ну, как бы уже прошло достаточно времени, я уже так адаптировался. Но поначалу я это солнце, блин, я его не понимал реально. Я абсолютно как бы никогда не понимал солнечный тип людей. А у меня солнце в своем знаке. И хрен поймешь, я рак, у меня нету такого вот, чтобы я напрямую так вот жестко. А тут у меня прям все больше и больше это проявляется. Вот. Но слава богу, я в курсе. Знаю, что за подпериоды. Я поглядываю и уже внутренне как бы готов. Как бы, потому чтобы не это, не перегнуть палку где-то. Я просто всех мечом сейчас лезут в мою жизнь. Да. Границы свои, наверное, хорошо проработать в период Марса. Да, отстаивание своих границ. Я заявление на отчима написала под период Марса. Ого. Класс. Короче, да, Марс хорош для войны. Ну что, кто у нас следующий точно хочет и готов рассказать интересную историю, напишите по Марсу. Так, кто-то у нас был. Напишите еще раз, потому что А, Инга Шенна. Правильно? Привет. Привет. А, помню тебя. Да. Да, есть я такая марсианка. Ты сама по себе марсианка? Ну, я Меша и у меня очень сильный Марс в восьмом домике с Кету. Оу. Слушай, а скажи фамилию. Ющенко Инга. О, сейчас. Вот. Еще и во Львове ты родилась. Да, да. 07-09-84 год, 22-30. Львов. А, получается, ты Овин. То есть, у тебя, в принципе, как бы присутствует атмосфера Марса в целом в жизни, но в периоды Марса ты там, наверное, а, у нас тут Марс с Кету, слава богу, а то это было бы совсем не весело. Ну, что у тебя, представляешь, Марс бы в восьмом был бы вообще сам по себе. И так достаточно, даже Кету не всегда его как-то сдерживает, потому что вот в детстве это проигрывалось очень интересным образом, ну, и в целом в жизни проигрывается, но мы сейчас говорим о периоде непосредственно Марса, поэтому я расскажу именно то, что помню с детства. От одного до шести лет у тебя был Марс. Да, и, в общем, где-то годика в два у меня был сильнейший ожог. То есть, Марс, он проявляется, я знаю, как ожоги, ножевые ранения, пулевые ранения, к сожалению, знаю об этом не по книгам, а на практике. А, нюанс уточню, да, чтобы у нас люди не напугались. Значит, смотри, какой нюанс. Во многих источниках пишут действительно, что в Марс возможны аварии, ожоги и пулевые ранения. Я объясню, почему. Марс не притягивает конкретно эти вещи, просто Марс делает человека неосторожным в его период. Короче, мы ощущаем, что мы сильнее, чем обычно, и нам все ни по чем. Ну, как, знаете, как пьяные люди. И ты, получается, просто делаешь действия более резко и более, как сказать, без ощущения страха, как, например, когда луна... Упрямо, упрямо. Вот у меня ассоциации, как баран, который своими рогами в ворота. Только из-за этого происходят какие-то травмы. Ну, и то не у всех, да, иногда это... Ну, чтобы люди знали, что сам Марс не несет разрушение телу. Просто человек не чувствует страха, он просто немножко такой, неосознанный. Поэтому происходят вот эти вещи. Ага. Ну, это как бы вот, как раз вот эта ситуация, это начало, когда я почувствовала энергию, как может проявляться это в моей жизни. То есть я, типа, просто ручку положила на батарею, кто бы мог подумать. Ребенок игрался, положил руку, и у меня был ожог просто сильнейший. Все были в шоке, как такое могло быть. Ребенка оставили буквально на 30 секунд, и тут ожог. И вот эти ожоги, порезы, они меня сопровождают до сих пор. Ну, как бы в детстве это было особенно проявлено, потому что вот это влияние, оно как непосредственно идет на того, кто в периоде, так и транслируется через меня на других. Ближе к пятилетнему возрасту я покалечила свою бабушку. Как? Потому что мы катались на качелях, и я просто как-то неудачно там сползла. Знаете, такие качели, которые, ну, как в ведические времена на них приданно измеряли, сколько весит невеста. А как они выглядят, напомню? Ну, вот такая штука, палка на основу, как бы, и... А, вот такие? Да, камень, на нем вот такая штука. Я не знал, что на них приданно измеряли, прикольно. Да, вот сколько весила невеста, надо было столько золота положить. А если невеста много ест? Ну, в ведические времена золото, коровы, там это все было актуально. Слушай, надо, короче, похудее было выбирать. Ну, это во все времена, в принципе, котируются худые невесты. Так, и как ты бабушку свою... В общем, мы... Это был мой день рождения, мне было 5 лет, ничего не предвещало беды, я как маленький тиран потребовала много подарков. Ну, в общем, Марс, кроме того, что травматизм присутствовал, это еще была просто тирания. Тирания всего дома. Это было невозможно угодить, я требовала подарки. У меня каждый день это было 5 подарков от каждого члена семьи. Иначе наказание. Да, да, иначе просто было невозможно. Это был деспотизм, все думали, что я вырасту и буду просто тираном. А в 91-м, в 6 лет, у тебя еще и Раху потом наступило. Про Раху отдельная история, там можно просто... Ну, пока не будем, да. Потом расскажешь. Это намного ярче. Ну, вот просто именно насчет травматизма вот этого, как я бабушку покалечила, то вроде ничего не предвещало. Розы, там, платья, подарки. Ну, я там напоминаю, каждый день 5 подарков. Каждый день. То есть на день рождения это как минимум 25 подарков, иначе будет скандал, истерика. Да, да, то есть угодить было очень сложно, практически невозможно. Разбалованный ребенок был до ужаса, единственный в семье. И бабушка решила ребенка повезти на качели, и тут она мне просто в таких красках это рассказывала. И ты сползала этими коварными глазенками на меня смотрела. Я так и знала, что что-то случится. В общем, бабушка была наверху, я была внизу на этой качели, я, соответственно, скакиваю, бабушка со всей дури на спину падает. И, в общем, вот такое у меня есть на моей совести. Потому что эта травма достаточно была серьезная у бабушки. А ты специально, да, соскочила? Ну, как бы, Марс, это вроде бы ты не специально, но вот у тебя вот есть этот азарт, адреналин, ты всегда вот хочешь какого-то драйва, какого-то движа, всегда хочешь, и иногда даже не хочешь. Но вот в речи тоже проявляется очень сильно. Можешь хотеть как-то сгладить углы, сказать что-то, ну, такое дипломатичное, что-то милое, но тут вот возьми, да, и что-то такое резкое, такое вот в лоб, такую правду матку. То есть, может, я и не хотела этого сделать, но я чувствовала, что так будет драйови, и бабушка полетела. А потом вот как бы шестилетний возраст, да, вот он, по-моему, заканчивался у меня как раз перед походом в первый класс. И там был мальчик, ну, естественно, там мальчики, девочки, вот это проявление там каких-то, какой-то любви, какой-то симпатии. В общем, мальчик что-то возле меня бегал, меня это взбесило, я взяла линейку, такие, помните, были из них дымовушки делали? Да. Гибкую линейку я как-то сжала и зафандалила мальчику прямо в глаз. О! Да, и как бы... Она попала в глаз? Да, и это было, ну, очень, в этом момент было как в фильмах все замерло. Я понимала, что, ну, это что-то непоправимое, что я могла, в принципе, этот глаз выбить, но как-то повезло, там просто потом вызвали маму, меня наругали, что так нельзя. Вот как бы, вот это три такие яркие события, которые я помню, это мой ожог в достаточно еще юном, нежном возрасте, то есть это где-то год, от года до трех, на пятилетие бабушки прилетело, и потом вот как раз в конце этого периода мальчику чуть не выбило глаз. Слушай, ну ты да, ты очень хорошо добавила красок этому периоду, ярких. Ну да. Слушай, круто. Да, хорошо, что ты заговорила про увечья и порезы, потому что множество людей до сих пор, да, акцентируют внимание на информации из Гугла, поэтому эти источники, они абсолютно недостоверны. Мы должны понимать, что это полностью зависит от нашей осознанности, то есть если есть период Марса, это не значит, что человеку нельзя в горы идти, или там он где-то погибнет, просто нужно немножко замедлиться, то есть Марс, он ускоряет тебя. Если чуть-чуть делать медленнее все, не лихорадить и окружить себя сатурнянцами, те, кто тебя немножко так это охлаждает, то тогда ничего не будет. Вот, то есть это просто как бы надо самому за этим следить, но я не замечал, что все в периоды Марса там что-то с ними случается, но есть люди, у которых такая карта, у них и Луна такая, ну, бешеная, да, там страху вместе, и Марс активный, и Солнце, и в период Марса их просто вот выносят, знаешь, из трассы они слетают, короче, и они водят жутко, и все, и начинаются вот эти травмы. Поэтому да. Но в детстве проявлялась как гиперактивный, такой непослушный ребенок, а сейчас вот я тоже замечаю иногда в картах бывает так, что если, допустим, вот у меня Марс, да, в восьмом доме, и это не значит, что я какой-то там восьмидомный воин, который хочет кого-то покалечить, изувечить, и использовать ему жизнь. А у меня вот проигрывалось так, что у меня, допустим, партнеры притягивались с какими-то травматическими ситуациями, то есть у меня был один молодой человек, который на 90% обгорел, второй тоже лежал в ожоговом центре, то есть у меня уже такая, как черный юморок такой, если у тебя есть ожоги больше 90%, напиши мне, пожалуйста, возможно, мы с тобой найдем общий язык. Это уже больше элемент не Марса, а это элемент восьмого дома. Да, да, да. Твоя главная планета в восьмом доме, ей нравятся вот эти вот околосмертные ситуации, где переходы, вот эти клинические смерти, какая-то херота, поэтому твоя сознание, оно как бы хочет получать эти опыты, и хорошо есть, что они были снаружи, а не с тобой, поэтому ты их повстречала, как бы опыт получила, и поэтому у тебя все нормально, поэтому этого бояться не стоит людям, кто, да, вот у кого такие положения, то есть не обязательно это с вами произойдет, вы просто должны принять это, что могут быть необычные ситуации, а восьмой дом это адреналин, это всегда между чем-то. На грани, на грани. Да. Слушай, ну спасибо, сейчас еще одного человечка послушаем. Спасибо вам. Очень интересно. Это была бомба. Счастливо. Спасибо за историю с бабушкой. Ну, да, как есть. Спасибо. Можешь на крестик нажать, а то у меня сегодня не хочет. Да. Вот это интересно, блин. Класс. Все зависит, видимо, от того, в каком доме стоит Марс. Да, конечно же, от этого все зависит. Это очень важно. У меня сейчас период Марса стоять в девятом доме, такого не было, наоборот, духовно развиваясь. Пожалуйста, девятый дом, никаких таких вещей. Имейте в виду, да, что такое может быть не у каждого. Так что не надо бояться, все индивидуально. Вот я поэтому вас предупреждаю, да, а меня в этот период собака покусала. Просто, понимаете, наш мозг, он привык к чему-то негативному, он притягивается, и вы можете из этого эфира, блин, запомнить только увечья и ссадины. Не надо. То есть, это все очень-очень индивидуально. Вот. Не бойтесь садысать и бойтесь людей в период Марса. Да, у меня, кстати, период Марса будет после периода Луны где-то в 46 лет. Но я с вами больше поделюсь периодом Венеры моим двадцатилетним и Кету у меня в детстве был. Вот это было, конечно, да. Это было весело. Кету это самый странный период, который может быть в жизни. Так, ну что? Ну что, кто у нас еще готов? Была Коновалова, по-моему, да? Или что-то я сейчас найду. Коновалова FM. Давайте с вами. Да, классные истории, мне нравится. Да у детей так же он проигрывается. мы же сейчас как раз детство обсуждали. Привет. Привет. Так, мы с тобой общались, по-моему, я помню. Общались, да. Сейчас я тебя наберу. Коновалова. А, так и есть. Коновалова. Татьяна или Елизавета? Елизавета. Лиза. Получается 10.05.92 год в час 45 ночи Самара. У тебя... там, смотри, я просто карту, ну, время свое меняла, да, ректификацию делала. Вот пока на час 49, вот, но там, может, полминуты еще гуляют. То есть, вот. Класс, еще чуть-чуть осталось. Я свою ректификацию, наверное, в течение полугода делал. А у меня так и получилось, потому что я год назад я обучалась, ну, проходила полный курс, вот как раз ведической астрологии, и со временем просто анализируешь свою жизнь, заглядываешь в карту и понимаешь, вот, да, и где-то вот там, по минутам. Вот это, кстати, хороший показатель школы, когда идет последовательная ректификация. То есть, я, как уже говорил людям, что если тебе сказали до секунд, это, ну, как бы понты на самом деле это нереально. Можно вычислить до минуты, особенно математические, когда вот идут какие-то вычисления, вот это бред, по-моему, такой. Бред. То есть, там ошибка минут в пять чаще всего, потом ты начинаешь там до минут, сам уже это. Смотри, ну, у тебя Марс в четвертом доме, так как он в рыбах, конечно, он, ну, смягчается рыбами здесь, он такой, становится не больше не агрессивный, а больше непредсказуемый в свои периоды. Он мне, знаешь, что дает? Вот это вот. Мне нужно побывать в своем мире, то есть, ну, вот, время для себя. Если у меня нету этой возможности, если я там, ну, постоянно чем-то обременена, то я начинаю дурковать. То есть, ты наблюдала, да, за своими периодами Марса, вот раз он в семье, что у тебя происходит в взаимоотношениях с близкими? Ну, вот смотри, у меня под период, он самый яркий, получается, 2007-2008 год. Вот я как раз писала, я на отчимах заявление написала. А, это ты, да? Да. Вот, тирания была жесткая, ну, со стороны отчима, и вот как раз где-то примерно за полгода я начала просто сбегать из дома, и когда у меня стукнул вот этот под период, очередная вот ситуация, там очередные побои. Побои. Уточнить. У тебя были побои от него, да? Да. А вот скажи, у тебя там какая-то влюбленность происходила, нет? Я просто подумал, вот как раз вот этот момент, когда у меня появилась еще больше, прости, еще большая потребность вот в отношениях. В сексе и в отношениях, потому что Венера Марса это же просто... Вот касаемо секса нет, а вот именно обнимашки, целовашки, потому что все мои ровесники, соответственно, там уже с парнями ходили, ну, с парнями, вот, а у меня как раз под конец периода, там, январь месяц, вот я встретила мальчика, вот все, прям любовь. Будь здоров. А, ну, как раз я и подумал, да, как раз Венера Марс и избегать было. Там вот как раз Венера, под период Венеры и... Две минуточки. Отпишите. Вот, ну и, собственно говоря, вот эта воинственность у меня произошла касаемо отчима, то есть я уже на тот период, там, полгода, год вынашивал вот это вот, что он вообще отчим не имеет права и так далее, и мне нужно... Ну, защитить меня никто не может, и оно резко все так получилось, я получила по шапке, отчим уходит из дома по делам, и я стартую в школу, и там оказывается ПДН, то есть, ну, ее по факту там не должно было быть, но именно тогда, в тот день, в школе еще оказалась ПДНщица, ну, по делам несовершеннолетних, и я ей выкидываю всю информацию, мы пишем заявление, выясняет, что отчим 10 лет в розыске, вот, и ближайшие... 10 лет его не могли найти? А он, ну, ныкался, а я тогда потом вот уже начала складывать дважды два. Так, ныкался, ты, значит, из маленького городка, да, вот это слово, я его знаю. Я родилась в Самаре, но росла в маленьком этом... Вот-вот-вот, это не Самара, это что-то под Самарой, потому что у меня в Румсовске тоже, говорит, я сныкаюсь... Вообще я в Татарстане, и я вот, кстати, сейчас вернулась, у меня тоже такой период в жизни, когда я вернулась, и вот сейчас мы с мамой... Слушай, не могу понять по твоей карте, очень странно, у тебя солнце вообще в таком офигенном положении, еще и выходит девятый дом, как у тебя интересно... Я жду апрель-май, у меня период солнца начинается. Нет, я к тому, что у тебя с отцом были такие сложности, я просто пытаюсь понять, как это в карте проявлено. Аспект Раху, наверное? Не знаю, просто родного отца я никогда не видела. Необычно. Сейчас, немножко. Вот, получается, что... Почту помогла в итоге. Он... Ну, а ты как? Ой, не слышу тебя, ты исчезла. Ага. Пугался, в общем, и засел на дно. Вот. Мама ему это все как бы позволила, а тут у меня пар из ушей все вот это вот доконало, я сорвалась, сорвалась, вот, ну, пошла, написала. Ну, в итоге он сейчас живет хорошо, с документами совсем. У тебя, получается, тирания была не со твоей стороны, а Марш в четвертом доме тирания в семье. С моей стороны я маме потом просраться дала. А, это потом переняла. Прям вот этот год, да, то есть отчим там, то в СИЗО он был, то в какой-то момент у тетки прятался тоже, вот ждал, там, выжидал определенного, видать, периода, а я маме дала просраться, и вот у меня мальчики начались в плане там какие-то вот, ну, свидания, все вот это вот, дома не ночевала, прям, отрывалась. А еще в Марсе 12 дом выходит, ну, да, такие эти, вот, выходные. И Марс уже у тебя с Венерой, он очень сексуальный. Да. Очень сильный, с Солнцем, воин такой, несмотря на то, что он там в Юпитере, все равно это не помогло. Близко к себе не подпускала, но пофлиртовать, вот, как хлеб. С маслом и с вареньем. Марс с Венера, это как варенье. Слушай, ну, классно, потому что на самом деле тоже этот нюанс есть. Бывает, Марс от других людей на нас идет, а потом бывает мы перехватываем. Так, сейчас я чихну. притягиваем. Заразил. Он тоже чихал? Вот здоров. Да, вот как раз сидел, тут чихал раза три. Нифига, вот это у нас новый уровень, похоже, да, общения. Ты что меня заражаешь? Хватит чихать. Ты видишь, что я тоже чихаю с тобой? Да, 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 с тобой. Слушай, да, поэтому это важный нюанс. Мы, бывает, сами схватываем, но это вот необычно. Я иногда одно вижу, иногда другое. Предположить очень сложно. В период Марса человек отхватит, либо он будет другим давать такой опыт. Наверное, смотря, что у нас больше развито, жертва или преступник. Вот сначала я была жертвой, а как наступил этот Марс, я всем, всем дала. Офигенно. Ну и отлично. Значит, так должно было быть. То есть нам самое главное, чтобы мы прошлое приняли таким, какое оно есть, и будущее марсианское уже не будет таким тяжелым. То есть мы должны принять вот эту субличность Марса, такой, какой она есть, прожить ее на 100%, и в итоге следующий период Марса может абсолютно не выдавать каких-то вот таких вещей неприятных. Потому что вот этот Марс, он же получается, ну четвертый дом, это дом семьи уже, ну там отношений, ну вернее, может не отношения, отношения это пятый вроде. Нет, отношения это седьмой, а четвертый это семья. В семье я была тираном, вот у нас сейчас с мужем тоже вот, дай бог, все хорошо решится тоже, ну кризис затянулся, вот, и я всех контролировала, всех там, это не так делаешь, что не так делаешь, вот, ну это тоже, конечно. Ну у меня вообще, когда женщины проходят консультации, они просто подстраиваются, а у мужчин есть просто расписанный план на год по командировкам. просто когда они видят, что там у женщины Раху или Марс, восьмой дом, начинается вот эта ревность, он так, значит, тут мы с пацанами поедем куда-нибудь, там мы, короче, я по работе, и все, и нормально, все сглаживается, просто уехал и все, что, но они правда по телефону начинают их доставать, но все равно это лучше, чем живой конфликт. Так что, спасибо тебе, что поделилась, это было классно, интересно, да, спасибо, без эфира, потому что я уже для себя много тоже на будущее, у меня лет там, по-моему, 45 что ли, он начинается, период. я думаю, что вы уже начнете сами помаленьку глубже изучать, и более, как бы, относиться к периодам более серьезно, многие же даже и не слышали про них, так вкратце, сейчас начнут отслеживать, поймут, насколько это работает. Мне надо залезть в карту, потому что у него сейчас период прям маленький, тиран. Понятно. Ну, пускай проявится в сексе, то можно распределить же роль маленького тирана где угодно. Пускай там тиранит. Тоже нормально. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Спасибо. Счастливо. У меня сегодня крестики не нажимаются. Да, вот я надеюсь, я туда нажму. Так, сейчас попробую. Спасибо. Так, ну что, с Марсом мы разобрались, я думаю, да, у нас дальше будет повышение градуса, но у меня в среду будет выпуск в Ютубе, у нас там будет прямой эфир по транзиту Марса как раз, а получается в пятницу, в следующую, мы уже пообщаемся насчет Раху. Изучим период Раху, я думаю, это будет жутко интересно, будет прям бомба. Так что, спасибо всем, я думаю, у нас неплохо получилось раскрыть эту тему. Да, спасибо. Всем до встречи. Так что, изучайте свои периоды, пользуйтесь ими и обязательно учитесь прогнозированию. То есть, я считаю, что каждому пригодится такое знание. Не только изучать свою карту, но и прогноз. В принципе, когда вы базу получаете, у меня в школе я даю сначала базу, и потом уже человек переходит на прогноз. То есть, в течение полугода человек уже может полностью контролировать свои периоды. И это очень круто и практично, даже если вы не хотите стать астрологом. Это просто каждому человеку нужно, чтобы он что-то мог предусмотреть и не ошибиться в этот момент. Так что, всем спасибо. До встречи.